Медиагруппа «Авангард» представляет Добрый день, коллеги! Новый выпуск нашего вебинара посвящен обязательным требованиям Центрального банка России по защите информации для кредитных и некредитных финансовых организаций. За последние годы эти документы превратились в сложно сочиненную систему, разбираться в которой и правильно, главное, расставлять приоритеты, мы будем сегодня в формате круглого стола. А помогут мне в этом представители Центрального банка, эксперты группы компании «Инфотекс» и специалисты из отраслевого сообщества. Знакомьтесь, с нами Андрей Выборнов. Также в программе выступят эксперты группы компании «Инфотекс» Владимир Голованов, Антон Милузов и Александр Пушкин. Также в студии наши уважаемые коллеги, представители финансовой отрасли и специалисты в области информационной безопасности. А модератором встречи буду я, Сергей Елпатевский. Сразу оговорю формат нашей встречи. В первой части мы поговорим с Андреем Выборновым. Во второй узнаем из уст экспертов «Инфотекс» о непосредственно практике исполнения этих требований. А в третьей части выслушаем Вас, дорогие коллеги. Формулируйте Ваше мнение, возражения, вопросы. В конце встречи мы их обязательно обсудим с нашими экспертами. И, конечно же, первый вопрос, Андрей, Вам. Предлагаю начать с некого введения. Расскажите, пожалуйста, какие основные обязательные требования по защите информации для кредитных и некредитных финансовых организаций были приняты за последнее время в Центральном банке? Надо сказать, что прошлый год был в этом плане очень плодотворным. В прошлом году вступили в силу изменения 86-й федеральный закон о Банке России. Полномочия Банка России были существенным образом расширены в этой области, в области защиты информации. И теперь Банк России является полноценным регулятором как в отношении кредитных организаций, так и в отношении некредитных финансовых организаций. В рамках этих полномочий, которые были установлены федеральным законом, Банк России выпустил два базовых нормативных акта, 683 и 684 положения. Они зарегистрированы Министерством Министерства Министерства в апреле этого года. И эти два документа в настоящее время являются основополагающими документами по вопросам регулирования защиты информации в отношении кредитных и некредитных финансовых организаций соответственно. На выполнение всех требований Центрального банка были определены и установлены какие-то сроки. А что необходимо выполнить в самое ближайшее время? Ну и что можно оставить на потом? В контррегулирование Банка России попали новые организации, помимо банков, новые некредитные финансовые организации, страховые, пенсионные фонды, организация, действующая на рынке коллективных инвестиций, организация, осуществляющая свою деятельность на рынке ценных бумаг. Собственно, для этих организаций действительно предусмотрены отложенные нормы, которые дают время подготовиться нашим поднадзорным к применению и уже к полноценному надзору Старственной банки России. Если говорить о приоритетности применения и реализации требований Банка России, то сейчас мы проводим определенную кампанию по получению достоверных данных об уровне информационной безопасности в соответствии с нашими требованиями. В периметре нашего интереса крупные системно значимые крупные банки и, собственно говоря, крупные некредитные финансовые организации. Наши требования сгруппированы по трем основным направлениям. Это требования к безопасности технологий, требования к безопасности программного обеспечения, требования к безопасности инфраструктуры. По всем трем направлениям мы считаем, необходимо провести определенную работу, но, тем не менее, по нашему мнению, основной упор, основное усилие кредитных и некредитных финансовых организаций требует прикладывать именно к уровню технологических мер, защитной информации, безопасности технологии. А существуют ли какие-то различия по, назовем так, поблажке по выполнению этих требований для, например, некредитных финансовых организаций? У Банка России весь набор организаций, которые находятся под регулированием, в принципе, разделен на ряд категорий. Значит, существует категория для кредитных организаций, ну, наверное, знаете, что и системы значимые кредитные организации, и иные, да. Собственно говоря, в отношении НФО также по каждому виду деятельности есть критерии деления на крупные, средние и мелкие организации. В наших нормативных актах применяется некое пропорциональное регулирование, когда значимость той или иной организации определяет объем требований, которые необходимы этой организации, собственно говоря, выполнить. Ну, вы знаете, сейчас в кулуарах все больше и больше обсуждается обязательное подключение к единой биометрической системе. И есть впечатление, что эти требования многих, я бы даже так сказал, пугают своей жесткостью. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие сроки выполнения этих требований, какие сложности Банк России видит в этом, ну и какие риски, какие рекомендации? Действительно, значит, требования к обеспечению информационной безопасности при использовании единой биометрической системы. Банком России, скажем так, устанавливались, разрабатывались совместно с коллегами из Федеральной службы безопасности. Требования действительно достаточно жесткие, да, но они обусловлены значимостью этой системы для, вообще, в целом для финансового рынка, поскольку эта система предполагает удаленную идентификацию при совершении финансовых банковских операций. Система продолжает развиваться. Сейчас прорабатываются изменения законодательства, которые позволят расширить применение этой системы на иные виды, при иных видах банковских и финансовых операций. Был определенный срок на реализацию этих требований. Этот срок был, собственно, вызван, как в первую очередь, необходимостью проведения определенных действий со стороны банков, так и обеспечение производителей средств защиты информации, предоставление необходимого оборудования для того, чтобы можно было требоваться реализовать. В первую очередь речь идет о производстве средств криптографической защиты информации определенных классов. И в ряде случаев процедура самостоятельной разработки для банков, особенно для мелких банков, является сложной и в ряде случаев нереализуемой. Поэтому в рамках совместных методических документов, которые мы разработали с уполномоченным органом, субъемлемой службы безопасности, предусмотрены три варианта реализации требований. Самостоятельная реализация банком. Типовое решение, когда решение поставляется готово в виде коробки. И использование облачного решения, когда, собственно говоря, само решение расположено в инфраструктуре провайдера этого услуги. Существенным, так сказать, по нашим оценкам, здесь сдерживающим фактором для реализации требований защиты информации, именно применительно к единой биометрической системе, является длительность процесса, разработка типового решения и облачных решений, и совместование с уполномоченным органом. Мы ожидаем, что к концу года, или в начале следующего года, и как со стороны производителей и поставщиков услуг со стороны банков, будет достигнут определенный прогресс. И, собственно, требования, те, которые необходимы, будут применительно как к процессу сбора, так и к процессу уже использования биометрических данных с точки зрения проведения операции, будут, так сказать, выполнены. Спасибо большое. Ну вот сейчас вы как раз затронули тему мониторинга. А правильно ли я понимаю, что, ну, понятно, что Банк России является неким мегарегулятором, и основная деятельность все-таки это определение требований. Существует ли вообще контроль какой-то, контроль качества исполнения этого? Ну, безусловно, в рамках надзорного мероприятия Банком России проводятся проверки в соблюдении требований защиты информации. Собственно, вот, если я говорю в отношении единой биометрической системы, то существуют прямые полномочия Банка России по надзору в этой области, изданные соответственно нормативные акты, которые определяют порядок, собственно, проведения такого рода надзора. И, очевидно, в следующем году такого рода проверки, именно по вопросу защиты информации, должны быть, начаться проводиться. А как-то регламентирована частота проведения этих проверок? Да, безусловно, частота проверок регламентируется в нормативных актах Банка России, которые в целом, собственно, определяют процедуру проведения экспедиционных проверок. Андрей, какие из самых актуальных угроз пытается преодолеть регулятор с помощью недавно выпущенных, ну, или пока готовящих к публикации требований? Что вот на слуху прямо? Ну, Банк России, будучи, так сказать, регулятором, собирает информацию об инцидентах, связанных с вопросом информационной безопасности, об уровне фрода, об инцидентах, о компьютерных атаках, которые использовались. Значит, и надо сказать, что та информация, которую мы располагаем, показывает, что в целом банки наши, да, так сказать, организации, которым достаточно давно регулировали, мы осуществляем надзор, неплохо готовы к противодействию компьютерным атакам. Вот, и в основном вектор, собственно говоря, злоумышленников направлен на слабую сторону, это на клиентов наших поднадзорных. Именно социальная инженерия сейчас является, так сказать, основным фактором, который позволяет, собственно, злоумышленникам совершать успешные компьютерные атаки, в первую очередь, которые направлены на несанкционированный перевод денежных средств. Да, мне кажется, каждый из нас с вами сталкивался так или иначе и неоднократно уже с этим вопросом. Поэтому одно из, так сказать, как мы понимаем, основных наших задач, которые сейчас есть, это, собственно, не установление каких-то дополнительных требований по отношению наших поднадзорных, а организации некой массовой компании по повышению финансовой грамотности наших населения с точки зрения противодействия вот такого рода проявлениям. Отдельную проблему, как мы понимаем, с точки зрения именно социальной инженерии, как источников данных для социальных инженерий являются данные, персональные данные, которые достаточно свободно обращаются сейчас на, так сказать, черный рынок. По нашим наблюдениям, проблемы не только в самих банках, собственно говоря, но и проблемы в иных источниках данных, которые позволяют злоумышленнику получить некую информацию, которые позволяют впоследствии удачно применять метод социальной инженерии. Поэтому, как, собственно, недавно заявил представитель Банка России, отдельное внимание Банка России будут уделяться именно к вопросу противодействия утечкам данных, в том числе и из банков, из наших поднадзорных, для того, чтобы для злоумышленников, которые применяют метод социальной инженерии, было меньше возможности проводить такого рода атаки. Спасибо, Андрей, что помогли нам разобраться в нововведениях. Участникам финансовой отрасли стоит не забывать о том, что все эти требования являются комплексом нормативных актов, исполнение которых действительно и требует комплексной реализации по всем направлениям. А о том, как эта реализация на практике выполняется в финансовых организациях, мы и поговорим во второй части нашего вебинара. Оставайтесь с нами. Итак, мы получили от Андрея Выборного общее представление о наиболее значимых требованиях от регулятора. Ну а теперь хотелось бы на практике поговорить с экспертами, а как же осуществляется реализация этих требований. И то, что мы уже проговорили, то, что звучит в кулуарах достаточно значимо на сегодня, это подключение к единой биометрической системе. И что же реально сейчас происходит, как осуществляется это подключение, хотелось бы поговорить сегодня об этом. Я так понимаю, что у Антона есть свое понимание практического применения этой области. Да, есть, конечно. Но действительно, на нашем опыте внедрения систем подключения к единой биометрической системе в нескольких десятках банков, можно составить определенные ощущения от того, что это привнесло в отрасли, какие есть сложности и тонкие моменты. Действительно, для кредитных организаций, как Андрей Олегович уже подчеркивал, стала новым вызовом вот эта задача соблюдения всех аспектов, не только практической реализации каких-то прикладных функций передачи в единую биометрическую систему биометрических образцов, но и выполнение всех сопутствующих требований по защите информации и применение средств электронной подписи высокого класса, класса КБ-2, и оценка влияния прикладного программного испечения на эти средства. Это все было новым для отрасли, и раньше на практике таких задач не возникало. Поэтому, конечно, у многих кажущаяся простота подключения сменилась таким ужасом от того, сколько всего нужно реализовать. Ну, тем не менее, на рынке существует несколько решений, два из них, включая наши, готовы полностью к внедрению. И надо сказать, что здесь тонкие моменты зависят от того, что за организация. Вот если, например, взять какой-нибудь маленький банк с одним доп. офисом, который ставит соответствующие требования, соответствующий подход, и у него задача внедрения полностью подключения единой биометрической системы с выполнением всех требований по защите может быть решена в течение двух месяцев. Что касается крупных банков, здесь ситуация, конечно, разнообразнее и сложнее. Есть масса бюрократических моментов, которые присутствуют, есть службы, которые отвечают за разные направления, есть свои фронтальные системы, свои методы работы с персоналом, механизмы обучения персонала, работе с новыми какими-то функциями. Поэтому здесь возникает вопрос интеграции систем банка с прикладной системой, которая работает с единой биометрической системой, встраивания механизмов защиты в общий контур, уже существующий, естественно, банк, о построении единого контура. А если мы говорим о построении единого контура, то, например, ГОСТ 57580 в соответствии с приказом Минсвязи 321 должен внедряться по одному уровню, а для системно значимых банков, например, требуется более высокий уровень. И сразу банк, реализуя подключение к единой биометрической системе в таком комплексном варианте, естественно, начинает ставить перед собой задачу внедрение механизмов защиты по тому уровню, к которому он должен будет прийти по требованиям Банка России. Конечно, для среднего и крупного банка это может занимать и полгода, и год, в зависимости от скорости разных организационных процессов. Хотелось бы поговорить о реальных результатах, о реальной картине защищенности в банках. Наверняка есть понимание угроз, понимание уязвимостей. Да, конечно, потому что за 2019 год мы провели 15 исследований в различных банках с оценкой по существующим уязвимостям и проведению пентестов. Можно разделить инфраструктуру очень грубо на внешний сегмент, который доступен внешним пользователям и внешним нарушителям, и корпоративный сегмент, где работают сотрудники банка. Так вот, наши исследования показали, что критических уязвимостей именно на периметре и на внешних сервисах банков практически, вот именно такого серьезного уровня нету. Эта сильно картина изменилась по сравнению с тем, что было 5-7 лет назад. Ну, просто видно, уже всех в свое время поломали, все уже закрылись, и уже получилось неплохо. Противоположная картина у нас по корпоративным сетям банка, куда входят и типовые рабочие места, плюс еще автоматизированные банковские системы. Здесь, конечно, критических уязвимостей еще достаточно, и уровень защищенности с точки зрения внутреннего нарушителя оставляет, конечно, желать лучшего. Потому что, да, внешний нарушитель в лоб, скорее всего, в большинство банков не пройдет, но, воспользуясь тем же навыками социальной инженерии, попадя на рабочее место обычного сотрудника, используя вот уязвимости корпоративной сети, может добраться как и до главных объектов инфраструктуры контроллер-домена, так и до банковских систем по переводу платежей и осуществления транзакций. А каким образом можно облегчить выполнение этих требований? Например, это банки сами будут делать, или это должны быть обязательно какие-то там сертифицированные организации, которым вот четко регламентировано это? Ну, согласно... Чуть подробнее как? В 382-м положении и указанию 4793, которое в прошлом году вышло, Банка России, пинтесты должны проводиться сторонней организацией, есть формальные требования, как бы лицензия на ТЗКИ в стековское, и ежегодная проверка. На этом формальные требования вроде бы все, но чтобы организации, они сами не могут проводить анализы защищенности и тест на проникновение, им нужно выбрать подрядчика, который бы это сделал. Соответственно, помимо формальных требований на наличие вот этой лицензии, нужно еще обратить внимание, конечно, на опыт организации проведения подобных работ, потому что если вам подрядчик или представитель его говорит, что вот у нас есть такой специалист, и он вам все системы проверит один, 99% что это неправда, потому что сложность инфраструктуры банка с точки зрения типовых сервисов и с акцентом на банковские сервисы, АБС, ДБО, мобильные приложения, уровень этих систем настолько сложен, что не существует специалиста, который бы на хорошем уровне сделал оценку защищенности вот этих систем. Должна работать обязательно команда, у каждого члена которой есть своя специфика, свой профиль деятельности. И при выборе подрядчика команду нужно увидеть, ну как там сказать, профиль ее, какие работы были выполнены, кто за что отвечает, и, конечно, понять, какие системы банка будут проверяться. В руководящем стандарте Банка России 2.6 от 2014 года по жизненный цикл автоматизированной банковской системы там есть достаточно хорошее приложение, которое показывает перечень типов информационных систем банка, которые нужно исследовать, их глубину, то есть какие проверки нужно проводить, какие тесты использовать, какие, ну, типы инструментов для этого применять. Поэтому в предложении подрядчика эти типы должны, во-первых, фигурировать, и, конечно же, он должен объяснить, как он это будет делать. А где гарантия того, что вот эти вот хакеры, пусть даже и белые, не введут чего-то такого экстремального в систему или даже просто не сломают ее? Технически, конечно, когда моделируются действия нарушителя, они максимально приближены к тому, как на самом деле будут ломать банк. Да, доверие здесь крайне важно и, как сказать, авторитет той компании, которая проводит эти работы, ну, потому что там целый список уже успешных проведенных работ в других банках, и там ничего не сломали. Причем, может быть, дополнительные, ну, как сказать, ну, конечно, для крупных банков вводятся меры контроля. Вот мы сейчас проводили только в прошлом месяце в очень крупном финансовой организации такую работу. Так, сначала, чтобы нас допустить к системе, мы писали подробнейший план, пошаговый, что мы будем делать, какие инструменты использовать, а когда мы проводили, писалась видеозапись, опечатывались сетевой трафик, генерируемый всеми инструментами, опечатывались те машины, которые мы подготовили для проведения исследований. Еще двое сотрудников от представителя банка сидели, смотрели вот перекрестно, чтобы мы ничего не сломали и ничего не вынесли того, что мы там нашли. Отсутствует пока в этой области в части тестирования некий аналог типовой программы и методики испытания, которому, в первую очередь, заказчик подобных работ давал бы ориентир вот такой объем работ должен как минимум быть выполнен, и вот такие действия, деятельность методического плана должны быть выполнены. Если вам предлагается иное, то это не за счет должен быть, потому что сейчас очень много имитации, а не реального содержания. То есть, по сути, получается, что бюджет у банка небольшой, и он может нанять только имитатора, получается бумажечка, и это называется у нас бумажной безопасностью. Нигде в мире такого нет. Термин бумажная безопасность – это ноу-хау Российской Федерации. Ну, Владимир, я считаю, что в любом случае, бумажная она или не бумажная, мы видим некую тенденцию, если не закручивание гаек, то, по крайней мере, усиление вопросов безопасности, в первую очередь, требования и так далее. Друзья, ну, сразу же, наверное, в первую очередь, Андрею хотел бы задать вопрос. Ну, вот требования усиливаются, все сложнее и сложнее становится работать. А как это отразится на конечных пользователях? Увеличивается время обслуживания, увеличивается сложность обслуживания, увеличивается сложность получения услуг. Как требования банка влияют, в конечном итоге, на конечных пользователей? Одна из основных целей Банка России, собственно говоря, это соблюдение прав клиентов-потребителей финансовых услуг. У нас, собственно говоря, банковские финансовые услуги движутся в цифровизацию. И поэтому, собственно говоря, без обеспечения должного уровня информационной безопасности, при такой динамике, естественно, права потребителей финансовых услуг не будут защищены никаким образом. То есть мы видим, что наши поднадзорные должны обеспечить необходимый уровень безопасности для того, чтобы услуги, которые они представляют клиентам, были безопасны. Это как бы ответственность. Ответственность наших поднадзорных. В этих отношениях клиент, особенно физическое лицо, объективно является зависимой, слабой стороной. Поэтому с точки зрения именно регулирования мы надзора, наверное, будем уделять много внимания именно участку взаимодействия клиента и наших поднадзорных с точки зрения предоставления безопасных технологий. То есть здесь нет как такового баланса или вам удобно, или вам безопасно здесь нужно идти? Конечно, да. То есть услуги, которые предоставляются нашим гражданам в электронной форме, должны быть безопасны. Ну и естественно желать, чтобы они были удобны при этом. Если дополнить Андрею Олеговичу, то здесь очень сильно влияет на все эти электронные сервисы, доверие к ним. Да. Один из самых ключевых показателей эффективности деятельности Банка России – это доверие населения к финансовым сервисам. И к безопасности на самом деле. На самом деле, ну вы же все клиенты банка, и мы все клиенты банка. И мы разве как-то ухудшилось качество обслуживания? Нет, конечно, все улучшается, все становится электронным, удобнее, конкуренция бешеная. Но я думаю, что здесь прогресс, он все равно будет приводить и к повышению удобства, и ускорению обслуживания, но, конечно, и контроль, и безопасность обязательно должны оставаться. И ответственному отношению к банку. Предлагаемым сервисам. Да. Взаимодействие с клиентами. Зачастую даются неотработанные услуги, и это были такие прецеденты. И первые клиенты, они пожинали все как бы многообразие проблем потенциальных. И на них отложилась отладка. То есть юридически, безусловно, юридически, конечно, банк защищен. Понимаете, да? Не хотелось, чтобы за юридическими, так сказать, вопросами недоработки с точки зрения безопасности как бы списывались на клиентов. С этим, конечно, мы будем стараться бороться. Ну, чтобы они, в первую очередь, не страдали. Да, конечно. Центробанк как-то регулирует вообще требования к кадрам, кого брать на работу, с какими квалификациями, кого не брать? Учебную программу, учебную программу, что-то. Значит, в настоящее время, безусловно, нет. Да, то есть таких полномочий, по крайней мере, в отношении именно специалистов по защите информации Банка России нет. Но мы понимаем, что, как бы, все, что мы, те требования, которые мы выставляем, собственно говоря, они требуют, безусловно, компетентного персонала, который, очевидно, что не хватает людей в нашей стране, которые могли бы квалифицировать выполнять эту работу. Мы эту тему достаточно остро понимаем, и в рамках программы цифровая экономика есть целый блок вопросов, которые направлены на решение этой проблемы, и одним из, собственно говоря, направлений, которые развиваются, собственно, подготовка кадров именно применительно в области защиты информации в организации квалифицированной сферы. А стандарты какие-то есть профессиональные? Сейчас в активной стадии идет разработка профессионального стандарта. Мы проводим достаточно большую работу с коллегами из Министерства образования и науки. Разработан проект профстандарта, специалист по информационным безопасам в организации в организации квалифицированной сферы. Сейчас проходит формальная процедура согласования, которая предусмотрена в соответствующем постановлении правительства. То есть для профстандарта есть определенная процедура, требующая рассмотрения. Сейчас процедура это инициируем, то есть проект разработан. Следующими документами, которые, по нашему мнению, по классике, должны идти после профстандарта, это образовательные стандарты и программы при подготовке специалистов. Эту работу мы планируем интенсивно продолжить в следующем году. И, собственно говоря, помимо документов необходима компетенция тех, кто будет учить. Основная проблема в том, ну, не основная, одна из проблем в том, что как бы и преподаватели, так сказать, профильные вузы должны быть обладательствующей компетенцией с точки зрения того, чтобы учить по этим документам. Поэтому ведется определенная работа по заключению соглашений с вузами в разных регионах нашей страны для того, чтобы Банк России как-то мог оказывать содействие подготовки именно преподавателей, так сказать, 10 вузов, которые, собственно говоря, в скопе вот этого процесса находятся. То есть, без этого, безусловно, достигнуть, без кадров необходимых достигнуть успеха будет невозможно. Одни из последних требований регуляторов говорят о необходимости применять в взаимодействии с клиентами в электронной подписи. И не просто электронной подпись, а усиленной. Как раз, как вы знаете, в законодательственном Федерации предусмотрены три вида электронной подписи. Простая, усиленная, неквалифицированная. Усиленная, квалифицированная. И усиленная подпись, она базируется на криптографических механизмах реализации, собственно, подписания электронного документа. И как раз такая подпись в полной мере может защитить клиента, потому что документ, подписанный криптографически, уже представляет собой отдельный объект рассмотрения, который можно предоставить куда-то, и вне зависимости от доверия к системе, например, банка, в которой формировался этот документ, его можно отчудить, отнести, показать кому-то, проверить, предъявить и, например, принести в суд. И в этом смысле как раз вот это требование по применению механизмов усиленной подписи, оно очень важно, потому что отделяет клиента от информационной системы банка и позволяет ему защитить его интересы именно в таком качестве. Здесь есть разные аспекты для усиленной неквалифицированной, усиленной квалифицированной подписи, они отличаются там. Для неквалифицированной проще требования к средствам, к процессам, но сложнее выстроить юридическую сторону вопроса. Ну, примеры есть какие-нибудь? Да, ну, например, у нас есть информационная система, которая позволяет реализовать взаимоотношения клиента или страховой компании или какой-то другой организации с своим клиентом в электронном виде с использованием усиленной неквалифицированной подписи. Она достаточно проста для пользователя, он там почти никаких сложных действий не должен делать, но при этом юридическая обвязка всего этого сложная, потому что требуется соглашение, все должны правильно присоединиться, оно должно четко регулировать, как, что, когда, потом, как разбирается эта история. Ну, например, система применяется для подписания договоров страхования. А другой аспект, если мы говорим про усиленную квалифицированную подпись, тут, наоборот, процессы строго зарегулированы, требования к применению средств тоже, которые прошли оценку соответствия Федеральной службы безопасности, и уже избавить пользователя от работы с криптографией не получается. Здесь важно, как раз наоборот, когда мы говорим про массовый сегмент неквалифицированных людей, то есть это не специалисты, даже не айтишники в юрлицах каких-то. Это просто обычные люди, которые пока не сталкиваются на каждом шагу с этими средствами. Здесь важно выстроить именно систему таким образом, чтобы пользователь мог на примере уже доступных ему понятных механизмов, как он заказывает пиццу или там такси, что-то еще, чтобы он работал с криптографией вот в таком же режиме простом и понятном, чтобы он не мог что-то сделать не так, но при этом были выполнены все требования регулятора, то есть он использовал сертифицированное приложение, например, в мобильном телефоне, которое ему помогало пройти вот эти шаги правильно и подписать документ, но сознательно, чтобы он видел, что он подписывает, чтобы сформированная подпись соответствовала всем требованиям. Ну, такая система тоже была нами разработана, она использовалась в эксперименте по постановлению правительства для регистрации бизнеса и кратия счетов. Да, но основной, вот основная здесь сложность это в организации процессов, в разработке приложения, которое пользователя проведет по шагам и не даст ему накосячить, если говорить, таким простым языком, да, а с другой стороны избавит организацию заказчика от внедрения, выполнения вот массы процессов сопутствующих, которые вызваны там 152 инструкции ФАПСИ, ПКЗ-2005 и так далее, нам удалось сделать это в качестве, как по сервисной модели, приложение IDPoint, скачивает пользователь, все, либо он делает, либо сервис, простая интеграция со стороны банка. Понял, спасибо, Антон. О всем, о чем мы поговорили выше, мы теперь поговорим с представителем финансового сообщества. Разговор этот состоится уже в третьем блоке. Не отключайтесь, пропустите самое интересное. Вот мы и дошли до самой любопытной части нашей сегодняшней встречи. Давайте поговорим с экспертами отрасли, у вас наверняка возникло много вопросов. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, берите микрофон, представляйтесь, спрашивайте. Добрый день, Алексей Бляшков, независимый эксперт по информационной безопасности. Вопрос к представителям Банка России. Спасибо большое за ваш монолог, за ваши комментарии. Остался один вопрос. Назовите, пожалуйста, три наиболее часто встречающихся нарушения со стороны финансовых организаций, которые выявляют представители Банка России в процессе проверки. Ведь, наверное, говорить надо не о чистоте, а о серьезности, нарушениях, тяжести, влияния на возможный процесс, на что нам кажется правильно обращать внимание. Первое, это, собственно, недостаточно уделение вопросов в управлении уязвимостями, на что нам нужно в банках еще работать, как нам кажется. Второе вопрос, это, опять же, с точки зрения тяжести вопросов, вопросов, принадлежения минимальными требованиями с точки зрения инфраструктурной защиты, таких как интивирус, межсетевое экранирование и так далее, вот такие вот вещи, базовые вещи, которые вроде бы всем понятны, но почему-то в ряде случаев они не соблюдаются. И третий важный момент, о котором я уже говорил, который нам кажется важным развивать, это тема связана с реализацией технологий, которые позволили бы даже при условии формирования условно первичных документов платежных поручений в недоверенной среде стороны клиентов все-таки достаточно образом надежно идентифицировать и удостоверить право клиента на совершение банковских и платежных операций. Вот три вещи, которые пока нам кажется важным уделять внимание. Причем последние, наверное, наиболее важные, как нам кажется. Дополнил бы ответ Андрея Олеговича. Наиболее тяжелая ситуация, она лежит в сфере и соответствия требованиям регулятора в срезе требований к реал-тайм-мониторингу и не реал-тайм-мониторингу и управлению инцидентами. Здесь, как правило, либо ты покупаешь дорогой продукт и мозги, которые нужны для внедрения поддомок системы, они там внутри, но стоит ты на защиту и в системе такие очень за облачных денег, либо ты берешь open-source продукт, тогда все мозги должны быть снаружи, и тебе кто-то должен правильно это все настроить, чтобы ты видел ситуацию и мог адекватно реагировать, имел систему показателей, которые, значит, и вот по нашей статистике там до половины кредитных организаций не имеют как таковых эффективных средств мониторинга и управления инцидентами. Систем. Вот в ряде банков есть крупных, они могут себе позволить, все системы значимые банки имеют такие системы, а вот начинается с второй сотни это катастрофа. Катастрофа, причем она обоснована в высокой стоимости подобных решений. И вот здесь потихонечку ситуация справляется, но ситуация еще далека. Не всегда у топ-менеджмента банков соотносятся вопросы рисков, возможных финансовых потерь потенциальных и того уровня безопасности, который необходим. А на самом деле эти вещи связаны и как бы по факту существуют были серьезные инциденты, когда из-за проблем информационной безопасности банки, так сказать, несли значимые потери. И вот видимо вот это направление мы будем далее активно развивать с точки зрения влияния вопросов информационной безопасности на потери, потенциальные потери и на риски, которые есть и соответствующим образом обрабатывать эти риски необходимы. Сбербанк, Янсен Иван, у меня два вопроса. Вопрос касается требований к системам, автоматизированным системам банка, если более точно к системам дистанционного банковского обслуживания. Вот прозвучало про усиленную квалифицированную подпись. Хотелось получить какое-то уточнение, означает ли это то, что в системах дистанционного банковского обслуживания, где сейчас массово используется простая электронная подпись, должна ли появляться усиленная квалифицированная подпись замен? Это такой вопрос А, вопрос Б, в части касающийся аттестации этих систем. Может быть, немножко прокомментируете, что делается в данном направлении Банком России, в том числе на площадке ТК-122. Это были такие вопросы 1А, 1Б. Второй вопрос касается оценки рисков, возможности меньше резервировать капитала Банком. То есть, тоже несколько слов скажите о том, что в этом направлении делается и какие документы разрабатываются, может ли банковское сообщество принять участие в разработке этих документов? Спасибо. Требования, которые установлены у нас в нормативных актах, они не требуют обязательного применения усиленно квалифицированной электронной подпись при взаимодействии между банками и клиентами. Такого требования нет. По нашему мнению требований является, что любая подсыпь может применяться. Единственное обязательное требование, что должны быть созданы правовые условия применения этого вида подписи в соответствии с 63-м федеральным законом электронной подписи. Это является требованием. Правовые условия должны быть созданы. Вид подписи нормативно не установлен. Наша позиция пока текущая заключается в том, что очевидно, что для широкого рынка, особенно когда это направлено на клиентов физических лиц, применение УКЭПа будет затруднительно пока. Затруднительно. Возможно те тенденции, которые имеют место быть в цифровой экономике, по снижению барьеров применения российской криптографии и так далее на широком возможно они позволят приблизиться к применению усиленной квалифицированной электронной подписью, но пока мы видим о том, что простая электронная подпись тоже имеет право на жизнь. Единственное, повторю свою мысль, что должны быть созданы правовые условия по 6-й федеральному закону. Это требования нормативных актов. Второй момент относительно вопросов сертификации, анализа уязвимости программного обеспечения. Действительно требование такое появилось достаточно год назад. там нормативный акт предусматривает развилку либо это сертификация в системе сертификации СТЭК России по требованию безопасности, либо это проведение анализа уязвимости. Это альтернативные варианты проведения анализа уязвимости по методологии заложенной серией ГОСТов 15408. Для того, чтобы эту работу вести, именно вторая часть анализа уязвимости по методологии 15408 требуется основным элементом, который связывает общую методологию с конкретным предметом оценки является так называемый документ профиль защиты, который определяет как проводить анализ уязвимости в отношении того или иного объекта защиты в нашем случае прикладного программного обеспечения, которое определено в нормативном следующем акте Банка России. В рамках ТК-122, о котором Иван Андреевич сказал, ТК-122 ведется достаточно активная работа для того, чтобы такой профиль защиты сформировать. Этот документ был разработан, он прошел несколько циклов рассмотрения, несколько итераций рассмотрения, было очное обсуждение этого документа, сейчас документ отправлен на доработку заинтересованными сторонами. Там ряд организаций, причем достаточно крупных, авторитетных в области разработки программного обеспечения, высказали мнение о необходимости его доработки. Конечно, понятно, что провести моментально эти процедуры будет сложно. По второму вопросу, по поводу рисков, на самом деле, здесь вопрос достаточно глубокий, надо понимать, что требования защиты информации, они не ради требования защиты информации, нет задачи расставить антивирусы в банках, в штифу экрана, это как бы нет. Задачей на самом деле является финансовая стабильность наших организаций и защита потребителей, о чем мы много говорили. И очевидно, что уровень безопасности влияет на риск. С коллегами из профильного департамента мы сейчас работаем достаточно активно над несколькими нормативными актами, которые должны урегулировать эти вопросы. Уже, наверное, несколько раз презентовался коллегами из департамента банковского регулирования нормативный акт об управлении операционными рисками. Он публично обсуждался. Вообще, он глубоко собряжен на этот нормативный акт об управлении рисками с вопросом информационной безопасности и целый раздел посвящен и мы пытаемся выстроить таким образом наше взаимодействие с коллегами из департамента банковского регулирования, чтобы вопросы именно выполнения наших требований, качества их выполнения плюс объем значимости подназорной на финансовом рынке некие финансовые показатели, суммы, которыми рискуют наши подназорные, они были увязаны и это входило в оценку рисков. И на основе этого оценилась финансовая устойчивость наших подназорных. И очень важным моментом является рассмотрение вопросов не в отношении каждой отдельной организации, а рассмотрение участников финансовой экосистемы, потому что уровень информационной безопасности одной организации влияет на финансовые риски другой организации. И это важный момент, который требует дополнительной проработки, мы сейчас над этим вопросом активно работаем. Например, уровень безопасности управляющей компанией пенсионного фонда влияет на финансовые показатели пенсионного фонда. То есть такие вещи, когда инцидент в одной организации может оказать негативный финансовый эффект для другой организации. С этим мы сейчас активно работаем, и эту тему будем тоже продвигать. Спасибо, Андрей. Есть что добавить? Да, я как раз к вопросу про применение разных тип электронной подписи. Здесь надо понимать, что действительно есть в законодательстве такая лоскутная очень регуляторика по поводу применения усиленной, где-то усиленной квалифицированной, где-то возможно применение простой электронной подписи. Она там часто вызвана либо какими-то организационными моментами, либо действительно она содержательна, ну как, например, сдача отчетности в госорганы, она требует применения усиленной квалифицированной подписи, а какие-то там работы с порталом госуслуг возможно с применением простой электронной подписи. Здесь надо понимать, суть механизмов электронной подписи, которые при неправильном их применении несут риски как для одной стороны, так и для другой, и для банка, и для клиента. Потому что сейчас пока нет массы, например, подписания кредитных договоров простой электронной подписи в электронном виде. Но если кто-то решится вот такую систему создать, я уверен, что появится фрод со стороны клиентов, которые будут оспаривать условия договора, потому что простая электронная подпись не позволяет зафиксировать целостность документа. И если мы подписываем простой электронной подписи документ, содержание которого индивидуально и может меняться, и нельзя доказать другими способами, что он был именно в таком виде подписан и показан, это тоже важно, визуализация документа, это как раз требование, которое применяется только для усиленной квалифицированной подписи, что он показан был клиентом именно в том виде, в котором он подписан. Если у нас нет бумажной копии, которая осталась подписью клиента, здесь может быть точно абсолютно фрод, как со стороны клиентов, ну понятно, что не со стороны банка не фрод, со стороны банка просто это механизм защиты, да, это риск, то есть механизм защиты клиента от там недобросовестных может быть каких-то услуг и механизм защиты банка от таких мошенников, которые будут приходить, получать кредит и потом оспаривать процентную ставку, например. Это важный момент. Спасибо большое, важное дополнение. Коллеги, еще раз вопросы. Антонов Денис, независимый эксперт информационной безопасности. Вопрос состоит в следующем. Мы прекрасно знаем, в банковском секторе, да, есть 382П, которые все соблюдают. Это, значит, независимая самооценка и тот же пинтест. Направление, я считаю, абсолютно правильное и верное. Вопрос состоит в следующем. Будет ли в дальнейшем организована со стороны Банка России аккредитация данных организаций, которые проводят эту работу? Потому что, на мой взгляд, лицензии ТЗКИ и какое-то доверие – это недостаточно. Банк России, конечно, имеет регуляторы, но, не знаю, к счастью или к сожалению, не является регулятором в области аккредитации по вопросу защиты информации. Тут другой орган у нас имеет место быть, СТЭК России. С другой стороны, тоже мы прекрасно понимаем, что формальное требование по наличию лицензии в СТЭК России недостаточным образом гарантирует качество работ. Поэтому мы достаточно с коллегами много обсуждали эту тематику. Мы обсуждали возможность создания системы добровольной сертификации, даже разработанные следующие документы для того, чтобы можно было создать, как одну из форм, так сказать, условно в кавычках, аккредитации организации, которая занимается показанием услуг. А мы сейчас видим три направления. вот это, собственно говоря, внешние аудиты по ГАСТу, да, 57-580.1, да, это второе направление, это анализ уязвимости инфраструктуры, пентесты, и анализ уязвимости приложения, о чем я говорил, это вот с точки зрения, значит, безопасности приложения. Вот три направления, которые, наверное, можно было бы как-то объединить вот в этой... Но в рамках системы добровольной сертификации есть тоже определенные юридические, так сказать, нюансы, которые, значит, могут, так сказать, повлиять на достижение цели. Значит, мы сейчас вопросы прорабатываем. Форму, вот эту форму, да, как это правильно сделать. Значит, у нас сложилось достаточно, значит, устойчивое мнение о том, что нам необходимо использовать международные стандарты, в первую очередь стандарты 27.006, как стандарт, который описывает внутренние процедуры, которые должны быть организованы у проверяющей организации для того, чтобы обеспечить качество результата аудита того или иного, да. То есть мы, наверное, будем идти по этому направлению, то есть по направлению формирования либо прямой гармонизации, либо, скорее всего, по формированию на базе 27.006 нашего стандарта Банка России, в котором пропишем требования к организации внутренних процедур у проверяющего, да. Вот. И, видимо, в рамках создавания системы именно должен быть обеспечен по текущему нашему пониманию контроль именно выполнения этих внутренних процедур для достижения достоверного результата. Ситуация сожняется тем, что, скорее всего, та информация, которая, значит, она, значит, формируется вот этими проверяющими организациями, она, скорее всего, не может быть перепроверена третьим лицом. Я думаю, что здесь будет определенное ограничение, поскольку все это, все-таки это связано с уровнем защищенности, с какой-то, это имеет отношение определенное к надзору, да. Поэтому перепроверять результаты маловероятно, что получится, да, какой-то независимый. Поэтому, наверное, скорее всего, будем концентрироваться на том, чтобы проработать стандарты и организовать систему контроля качества внутренних процессов у проверяющих. Вот по этому пути мы, наверное, пойдем. По форме, ну, вот, либо система, значит, добровольной сертификации, либо иная форма, которую мы сейчас, как бы, думаем, чтобы была юридическая, так сказать, чистота этого процесса. Хотелось бы, вот, лично субъективное мнение высказать, что вот хотелось бы верить, чтобы вот ветка СДС получилась бы у Банка России, потому что она более, как бы, открыта, вот, к тем контрольным механизмам, которые они здесь нужны. Прототипом СДС, который прекрасно работает, PCI-консулс, его системы сертификации. Это отраслевая, добровольная, не хочешь, не ходи. Если хочешь в приличное общество влиться, тогда приходи, мы тебя проверим, соответствуешь, все, ты член команды. А вот у нас еще один вопрос из зала. Пожалуйста. Добрый день, Дмитрий Кузьмин. Представляю Европейскую финансовую организацию. У меня вопрос к уважаемому регулятору по поводу сертификации ДБО. Вопрос волнует следующий. Наша организация использует групповое решение. Это просто веб-портал, клиентам мы ничего не выдаем. И вопрос следующий. Что мне сертифицировать? Или мне все-таки идти на рынок и покупать готовое сертифицированное дистанционное банковское? Линия такая, что подвергать анализу зимности, мы прописали в актах, необходима то программа обеспечения, которая как бы соприкасается с недоверенной средой, скажем так. В первую очередь, это, собственно говоря, те приложения, как мы видим, которые разрабатываются нашими банками или иными поднадзорными, которые передаются на сторону клиентов, с использованием которых потом осуществляются какие-то банковские операции. В первую очередь, перевод денежных средств. Это, собственно, как правило, приложения для телефонов, вот такие вот вещи. И ответная часть, которая стоит в интернете, типа веб-порталов, веб-сид, вот такие вещи. Тоже как бы это в скопе анализа уязвимости. Дальше, исходя из вашего вопроса, я понимаю, что есть как бы развилка. Либо это делать самостоятельно банком, то есть банк самостоятельно делает, либо это представляется каким-то поставщиком сторонних, так сказать, разработчиком программного обеспечения. Значит, если банк делает это самостоятельно, то, наверное, он должен встроить эти процедуры, по нашему мнению, в свой цикл разработки. На это, по этому поводу у нас достаточно давно действует рекомендация о стандартизации, о которых сегодня упоминается, 2.6 2014 года, если не ошибаюсь. Вот, если это сторонний производитель, то, ну, наверное, это какой-то предмет договорных отношений между кредитной организацией, финансовой организацией и поставщиком программного обеспечения. То есть, на мой взгляд, если банк не занимается самостоятельной разработкой, то это должно быть реализовано разработчикам. Время нашей программы, увы, заканчивается. Я хотел бы поблагодарить коллеги за то, что нашли время и дали столько полезной и нужной информации нам. Огромное вам спасибо. Надеюсь, что каждое слово было засеяно на ту самую благодатную почву. Мы все понимаем, что требования регулятора направлены, в первую очередь, на нас с вами. На защиту наших финансовых средств и на защиту, так называемых, чувствительных данных. Как в дальнейшем будет расширяться требования Центрального банка, как это повлияет на развитие отрасли, поживем увидим. А наша сегодня с вами задача была разъяснить новые нормативные акты, дать рекомендации отраслевому сообществу и разобраться в том, что же делать дальше. Думаю, что мы с задачей справились. А если остались какие-то вопросы, добро пожаловать в комментарии, присылайте ваши вопросы, наши эксперты с удовольствием ответят на них. А наш выпуск, посвященный новейшим требованиям в области информационной безопасности к финансовым организациям, подошел к концу. Большое спасибо за внимание. До новых встреч.